Важный момент, как считаем мы, комплайнс-специалисты, эксперты, наше экспертное сообщество, нашей национальной ассоциации комплайнс, мы с вами можем, конечно, когда уже есть признаки, выявленные в результате комплайнс-мониторинга, признаки правонарушений, мы можем углубиться в investigation, то есть в расследование, привлечь форензик-специалистов. У нас есть возможность таких взаимодействий, поскольку на нашей платформе есть и специалисты форензика, и есть специалисты комплайнс, аудиторы, специалисты в области экономической безопасности. В данном случае есть необходимость взаимодействовать. Возникновение каких-то нестандартных ситуаций с признаками криминальных элементов, с признаками хищений, мошенничества, связанных с нарушениями внутри компании, в контуре, в содружестве или в сговоре с сотрудниками дочерней компании, либо контрагентов, оно может повлечь ущерб и убытки не только репутации компании, но и, конечно же, финансовый имущественный ущерб. Так, недалеко и до убытков, связанных с потерей контрактов, с выходом из инвестиционных пулов, лишением проектов и, например, срывов госзаказов, которых сейчас очень стремятся получить. Хочу сказать, что compliance, как мы уже неоднократно с вами проходили на наших вебинарах, действует проактивно. То есть это заблаговременное выявление рисков несоответствия и прогностическое рискориентированное действие для того, чтобы понять, в каком направлении есть зеленый свет и, собственно говоря, выполнение беспроблемных задач, которых для себя поставил бизнес. Поэтому превентивные меры для compliance имеют весьма существенное значение. Forensic применяется уже после возникновения критической ситуации и подозрения на ее наличие, как раз когда compliance выявляет ту ситуацию, когда риск, возможно, со всей вероятностью сработает. Ну и, конечно, мы говорим здесь не только о вероятности срабатывания риска высокой, но и о серьезных последствиях срабатывания этого риска. Тогда нужно предотвратить и прекратить с помощью углубленного форензик-расследования. Форензик позволяет провести оперативное расследование ситуации и даже потенциальных случаев недобросовестного криминального поведения и сотрудников, и целых подразделений, и дочерних компаний, ну, конечно же, и тех, с кем вы взаимодействуете, контрагентов. Эти случаи выявляются с точки зрения нацеленности на нарушения, а также готовятся отчеты о том, какие меры нужно принять для того, чтобы исключить в будущем надлежащие, исключить в будущем такие случаи, то есть, чтобы осуществить профилактические действия и надлежащее поведение выработать в данном бизнес-процессе. В дальнейшем, compliance-специалисты. Значит, дальше это позволяет compliance-специалистам осуществить дальнейший мониторинг, укрепление мерами compliance-системы выявления заблаговременного риска, тренингами, соответствующими инструкциями, локальными актами, которые устанавливают правила заблаговременного выявления рисков несоответствия и рисков, например, хищений или злоупотреблений внутренних. И таким образом бизнес-процессы улучшаются с точки зрения риск-ориентированности и с точки зрения правильного срабатывания, осуществления заложенной задачи в эти бизнес-процессы. Исключаются повторения таких случаев, ну и, что называется, опыт идет впрок. Дорогие друзья, сейчас в наши времена обучение, повышение уровня знаний – это один из путей эффективного использования своего потенциала. Пожалуйста, обращайтесь по нашим ссылкам, можете переходить по QR-коду для получения большей информации, для возможности сейчас вступить в группу обучения, которая будет у нас в ближайшее время. Я очень благодарен, что сегодня у нас был достаточно активный вебинар, и вы участвовали своими вопросами. Надеюсь, что для себя вы главное поняли, и теперь можете применять это, выходить с инициативой не только для своих руководителей, но и сами как менеджеры, руководители использовать этот инструмент. Я вам желаю всем здоровья, будьте комплайнс, будьте всегда в трендах новых комплайнс направлений, и призываю вас сотрудничать и быть в это время очень равновешенными, взвешенными, и с точки зрения этики подкованными, и распространять культуру комплайнс ваших предприятий. До новых встреч, благодарю вас, всего хорошего!